Не только в Госдуме в открытую говорят о финансовом крахе, но и в Центробанке. На днях оттуда пришла отрезвляющая официальная информация про катастрофическую нехватку кадров в стране. Многих убили и покалечили. Еще больше сбежало подальше от армии за границу. Подливают масло в огонь, пожирающий власть Путина и в Комитете по экономической политике. Там заявляют, что за три ближайших года такими темпами экономика РФ будет уничтожена. Подробности далее. Российская экономика трещит по швам. Друзья мои, вас ждут не просто плохие времена, а ужасные времена. Просто ужасные. Пропагандисты с экранов телевизоров рассказывают небылицы о том, что в стране все якобы хорошо. Санкции не работают. Российскую экономику не просто не смогли уничтожить. Американские, западные, европейские санкции ее перестроили и даже сделали лучше. Русские не просто не голодают. Они даже лучше живут, чем до СВО. Только россияне не голодают. В основном за счет кредитования. Почти 47 миллионов человек. Около трети населения страны сегодня являются должниками банков и микрофинансовых организаций. Сегодня потребление в России идет все больше и больше в кредит. Рост этого потребления в кредит происходит за счет самых малообеспеченных слоев общества. У нас возникла такая целая армия, я бы сказал, нищих должников. Но даже это российский Центробанк пытается пресечь. Скоро людям будет не на что и не на кого надеяться. Центробанк пытается как-то ситуацию оздоровить. И он ужесточает требования к банкам. Банки начинают отказывать в кредитах. Но люди без кредитов особенно это прожить не могут, потому что цены растут, заработки на самом деле у большинства россиян не растут. Это, конечно, президент рассказывает красивые истории про то, что 7,5% реальные доходы вырастут. Эльвирина Биулиной, главеца БРФ, которая еще в прошлом году устала искать дно в российской экономике, приходится это делать. Но в отличие от пропагандистов, она рассказывает, что реально происходит сейчас в стране. Если ситуация будет развиваться по нашему базовому прогнозу, то ключевая ставка опустится ниже 10% в 2025 году. А в 2026 она стабилизируется на тех уровнях, которые мы оцениваем как нейтральные. Наша оценка сейчас это 6-7%. Внимание! Только к 2026 году по ее прогнозу экономику смогут хоть как-то стабилизировать. 6-7% это якобы хорошо. У нас недавно еще была ставка 7,5%, примерно столько же, да? И это означало кредиты для бизнеса за 15%, потребительские кредиты за 20% годовых. То есть это запретительно дорого на любой объективный взгляд. И это только к 2026 году они типа обещают снизить. Вы знаете, какое предприятие может дать ставку 18-20%? Реально, я как предприниматель, я вам так сказал, я никогда бы не брал кредит под 20%. Что такое надо производить под 20 годовых? Это запретительная ставка, Центральному банку пофиг. Вот это они называют базовым, по сути, благоприятным для страны сценарием. То есть ситуация, скорее всего, усугубится за счет введения новых санкций и ужесточения контроля за старыми. Но даже если в слова Набиулиной поверить, то экономике надо еще дожить до 2026 года. Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Николай Арефьев заявляет, что экономика не проживет еще три года. За три года у нас экономика будет уничтожена. Потому что она поставлена в такие условия, что выжить ей просто невозможно. Зарубежные кредиты взять нельзя, санкции. Свои кредиты из-за высокой ключевой ставки взять невозможно. Собственных средств у большинства предприятий нет. А бюджетные ассигнования сокращаются тоже на национальную экономику. А как же тогда выходить из этого положения, если ключевая ставка высокая, и в этом году ее сколько не повышали, вместе с ней повышается инфляция. То есть она ее не гасит, а наоборот разгоняет. Так как же выживать этой экономики тогда при таких условиях? Сейчас долговая нагрузка на россиян невероятно зашкаливает. Некоторым нужно отдавать по кредитам больше, чем они зарабатывают. Мы видим совершенно страшные цифры по некоторым регионам России. Эта цифра называется долговая нагрузка. То есть это отношение того, сколько ты должен платить по долгам, да, банкам и микрокредитным организациям, не забывайте, да, и по отношению к твоим заработкам за месяц. Вот есть, значит, у нас такой дивный район Тыва, где это отношение 115% от доходов. То есть люди должны в месяц отдавать 115% от месячного заработка. Россияне уже сейчас из своего кошелька платят за войну. Но этого Путину недостаточно. Ситуация будет с каждым месяцем все больше и больше усугубляться. По прогнозам экспертов, очередной скачок инфляции ожидает страну уже в начале следующего года. То, что инфляция будет разгоняться и вот в таком текущем режиме она может выйти на 12-15% в начале следующего года, ну, в общем, мне кажется, что уже достаточно гарантированно. Уничтожение частного бизнеса, убыточное госпредприятие, нищета, кредиты на еду – это то, что уже сейчас происходит. И перспективы на будущее не радуют никого в России. Субтитры создавал DimaTorzok